Продолжение следует... Вот, с чем вы нас можете поздравить. Сегодня также предпраздничный вебинар, поэтому я заранее поздравляю всех наших слушательниц с наступающим праздником весны. Вот, и желаю вам расцветать, как наша весна, но не так, как нынешняя весна, которая не радует нас теплом. Вот, ну что ж, и как всегда, мои 5 копеек перед началом вебинара, некоторая информация, особенно для тех, кто впервые на нашем вебинаре. В самом начале нашего чата располагаются две полезные ссылки. Первая из них ведет на расписание наших вебинаров, и по этой ссылке можно зарегистрироваться на все вебинары, которые предстоят вплоть до июня месяца, включительно текущего года. У нас постоянно идет пополнение новых спикеров, много новых интересных людей, так что приходите в наше расписание, разглядывайте его, и сразу же регистрируйтесь на все вебинары, которые сочтете нужным. Ну и вторая ссылка, это ссылка на наш видеоканал на ютубе. Подписывайтесь на наш видеоканал, и будете всегда в курсе всех наших записей, записей вебинаров. Ну, на самом деле, на нашем канале не только записи вебинаров, но и кое-что другое. Ну, по крайней мере, все записи вебинаров вы тоже увидите. И там у нас тоже, кстати, совсем недавно был небольшой юбилей. 250-я запись вебинара была помещена на наш учебный видеоканал на ютубе. Вот, как всегда, я хотел бы проанонсировать два следующих вебинара, которые нам предстоят, уже после праздников. Сейчас я помещу ссылки на них в чат. Вот они. 12-го числа, в понедельник, состоится вебинар Натальи Логачевой. Как начать подготовку диссертации? 7 важных шагов, без которых не обойтись. Вот, ну, Наталья у нас дебютирует, в этом году дебютирует в Директ-Академии. Вообще, в прошлом году она нас читала, проводила, прошу прощения, проводила вебинары. У нее был собственный курс. Так что это, да, и были очень популярные у нее вебинары, так что приходите. Особенно те, кто думает сейчас над написанием диссертации. Вот, будет много полезного для вас на этом вебинаре. Ну, и 13-го во вторник Юрий Николаевич Белоножкин продолжит трек своих вебинаров по онлайн-обучению. И в этот раз поговорим о компьютерной анимации для педагогов. Вот, у меня все. Я передаю слово Юлии Долбиловой, сегодняшнему спикеру нашему. И предлагаю приступить к сегодняшнему предпраздничному вебинару. Юлия, прошу на связь. Юлия, прошу на связь. Посредственно к теме нашего вебинара. Сегодня мы продолжаем цикл наших вебинаров об электронной библиотечной системе для школ. Библиошкола. И тема нашего сегодняшнего вебинара называется «Звучит так. Использование ЭБС Библиошкола в школьном образовательном процессе». Вкратце остановимся на… поговорим о том, для кого был создан этот проект. И немножечко, несколько слов скажу о самом проекте. ЭБС Библиошкола – это современный образовательный портал для школ, который предоставляет доступ к учебно-методической, развивающей и познавательной литературе. Это инновационный ресурс, с которым учиться интересно и увлекательно. Комплектуется электронно-библиотечная система «Библиошкола» в соответствии с перечнем книг, который был утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации. Всем известно письмо Миноборнауки России номер 08-709 от 14 апреля 2016 года, которое называется «О списках рекомендуемых произведений». Перечень рекомендуемых программных произведений ВБС Библиошкола также разбит на ранжирован по классам. Это начальная школа, среднее звено и старшие классы. То есть с 1 по 4 класс, с 5 по 9 и 10 и 11 класс. Также в ВБС Библиошкола представлен перечень литературы гражданско-патриотической направленности. Для кого была создана электронно-библиотечная система «Библиошкола»? Ее основными пользователями являются, во-первых, администрация школы, администрация образовательного учреждения, это директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной работе, это весь педагогический коллектив, библиотекари, учителя-предметники, классные руководители, это педагоги, системы дополнительного образования и специалисты инклюзивного обучения. Также к пользователям ВБС Библиошкола относятся, естественно, и учащиеся с 1 по 11 классы. Кроме того, ею могут пользоваться родители и законные представители учащихся. Используя нашу электронно-библиотечную систему «Библиошкола», школьник получает литературу для программного и внеклассного чтения, дополнительную литературу по разным предметам и саморазвития, и индивидуальной подготовке, и книги для чтения на досуге. Учитель, учителя-предметники работы СБС Библиошкола получают методическую литературу, издания по педагогике и психологии, программные инструменты для отслеживания качества чтения и усвоения изучаемого материала, дополнительную литературу по предметам для саморазвития, олимпиад, проектов и книги для повышения квалификации. Администрация и библиотека школы, используя в своей работе нашу ЭБС Библиошкола, получают ключевые элементы информационно-образовательной среды, литературу для всех категорий пользователей, мультимедийный контент для обогащения школьных предметов, программные инструменты для улучшения качества обучения и необходимую литературу для повышения квалификации педагогов. Родители получают библиотеку с выбором литературы для учебы и досуга, научно-популярную литературу по детской психологии и воспитанию, книги и мультимедийный контент для дополнительных занятий, подготовки к экзаменам, для поступления в высшие учебные заведения, а также программные инструменты для отслеживания и контроля того, что читают их дети. На данном этапе что вы найдете в ЭБС Библиошкола на сегодняшний день? Это почти 15 тысяч подобранных для школы изданий. Книги при этом прошли качественную подготовку, предоставлены в EPUB и PDF форматах для удобного чтения с экрана компьютера и мобильных устройств. И мультимедийные, и программные средства делают учебу, естественно, современнее и интереснее. Несомненным плюсом и одним из важных положительных качеств и преимуществ нашей ЭБС Библиошколы является то, что вся необходимая литература собрана на одном ресурсе, представлена здесь. Это и методическая литература, это и издания по педагогике и психологии, дошкольному обучению, это и хрестоматии по литературе, материалы для подготовки к ГИА и к ЕГЭ, это и литература для внеклассного чтения, развивающая, справочная, энциклопедическая литература, а также издания для организации детского досуга. За последние месяцы контент Библиошколы пополнился замечательными книгами ведущих российских издательств. Это учебники и учебные пособия, методическая литература для учителей и родителей, познавательные и развивающие книги для школьников и дошкольников, научные и научно-популярные издания, а также адаптированная литература на языке оригинала. Наши читатели, учителя, школьники и их родители теперь имеют безлимитный доступ к лучшим изданиям России. На данном слайде представлены издательства, литература которых представлена на нашем ресурсе ИБС Библиошкола. Перечислим их. Это издательства Iris Press, Беном Лаборатория Знаний, Витапресс, Вако, Владос, Каро, Питер, Росменпресс, Феникс, А также по дополнительной подписке представлены издательства «Русское слово» и «Пирсон». И, конечно же, многие другие. Контент Библиошколы на сегодняшний день содержит богатый выбор методической литературы, которая помогает в работе учителей-предметников, педагогов системы дополнительного образования и специалистов инклюзивного обучения. Методические пособия от ведущих издательств России помогут найти лучшие решения проблем и ответить на множество вопросов по воспитанию и образованию. Это и диагностирование способностей и уровня знаний, и обучение чтению и пониманию прочитанного, и формирование навыков письменного изложения мыслей, и развитие креативности, и подготовка к различным конкурсам и олимпиадам, это и подготовка к ГИА и к ЕГЭ, как мы уже сказали, и работа со школьниками с нарушением здоровья. Наших читателей порадует и разнообразие жанров. Здесь представлены и энциклопедии, и справочники, и обучающие тесты, и различные руководства, атласы и многое другое, а также богатство книжных иллюстраций. О широком жанровом многообразии методической литературы хотелось бы подчеркнуть, что здесь представлены тематические планы и рабочие программы, методические рекомендации, комплексные диагностические работы, контрольные работы, тесты к учебникам, в том числе и интерактивные, материалы для элективных курсов и различных факультативных занятий, творческие задания и развивающие игры, методики проведения конкурсов и предметных олимпиад, справочники в таблицах и схемах, логопедические пособия, цифровые карты и учебные тренажеры. сотрудничество учителей с контентом электронной библиотечной системы Библиошкола поможет вывести на качественно новый уровень преподавания и освоения учениками школьных предметов. Также в ЭБС Библиошкола представлена и развивающая литература. Наш современный образовательный портал Библиошкола предоставляет круглосуточный доступ для читателей к более чем 2800 изданиям, развивающие литературу для школьного возраста. Это и богато иллюстрированные книги с творческими задачами, викторинами, ребусами, кроссвордами, фантами, загадками, логическими играми и рассуждалками, сценариями спектаклей и праздников, аппликациями, образцами поделок и веселых подарков. Здесь представлены следующие разделы в развивающей литературе. Это внеклассная работа и дополнительное образование и интеллектуальное развитие со следующими подразделами творчество, досуг, игры, техника, моделирование и профориентация. Также представлен раздел «Мировая культура» с подразделами «История культуры», «Страны мира», «Великие музеи мира» и «Музыка». И представлен раздел «Великие и знаменитые» с подразделами актеры и музыканты, архитекторы, известные люди, писатели и поэты, полководцы и адмиралы, путешественники, ученые и художники. После того, как мы с вами успешно авторизовались в системе, можно приступить сразу же к работе с ресурсом. Вот так вот выглядит расширенный поиск в нашей ЭБС «Библиошкола». Как он выглядит, показано на данном слайде. Чтобы найти нужную книгу, следует воспользоваться либо поиском, либо просмотром каталога. Например, в поисковой строке мы задаем либо фамилию автора, либо название книги. Также мы видим здесь, что поиск расширенный, и искать можно по нескольким параметрам. Кроме автора и названия книги, можно искать по издательству, если мы в поисковую строчку введем название издательства, по классам, по году издания, по жанрам и по предметам. Кроме текстовых материалов ВБС «Библиошкола» представлен учебный материал и в мультимедийном формате. Это 5397 цифровых карт, 1105 тренажеров, 2198 аудиокниг. И контент ВБС «Библиошкола» постоянно пополняется. Как я уже сказала, представлена в ВБС «Библиошкола» более 2000 аудиокниг и радиоспектаклей. Это и аудиохрестоматия по литературе, и детская литература, и сказки для детей, это и история, книги по истории, культурологии и т.д. Более 5000 цифровых карт, как я уже сказала, представлено, которые, карты самые различные, которые активно можно использовать на уроках, например, истории или географии. Более 1000 учебных тренажеров и тестов по различным предметам представлено в ВБС «Библиошкола», которые также можно использовать и на уроках в школе, и в качестве домашних заданий. То есть ученики могут прорешать их и дома с родителями, либо самостоятельно, по любым предметам. Вот так вот выглядит на данном слайде, показано, как выглядит личный кабинет ВБС «Библиошкола». «Моя библиотека» он называется. В личном кабинете «Моя библиотека» представлен список контента, к которому обращались пользователи. Для удобства этот список разбит на два блока, как мы видим, показано на данном слайде. Первый блок – это последние читаемые книги с возможностью фильтрации за неделю, за месяц и за весь период использования. Также здесь предоставляется возможность скачать данный список в табличку в формате Excel, что может вам пригодиться, возможно, для вашей отчетности или какой-либо отчетной документации. Во втором блоке представлены избранные аудиокниги. И здесь фиксируются те аудиокниги, которые ваши пользователи, пользователи вашей школы добавили в свою подборку. Это возможно при помощи нажатия на значок на детальной странице аудиокниги. Есть значок такой «Добавить в избранное». И книга таким образом отражается в данном блоке. Кроме того, вы сможете просматривать статистику использования ресурса пользователями вашей школы. Здесь возможен и просмотр на сайте, а также скачивание тоже в формате Excel, в таблице, статистических отчетов за любой период времени. Вы можете задать начало периода и конец периода, которые вас интересуют, за которые вы хотите просмотреть статистику использования ресурса, работы с ресурсом вашими пользователями. И система вам покажет на сайте статистику, и вы можете также ее для своей отчетности скачать в табличке в формате Excel. Вот таким вот образом выглядит статистика, показана на данном слайде. Есть начало периода, есть конец периода. И нам показывается, сколько всего просмотрено книг, за интересующий нас период, и сколько всего просмотрено страниц. Также в ЭБС «Библиошкола» представлена хрестоматия по русской литературе, собранная в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, школьной программе по литературе и рекомендованными списками литературы для гражданско-патриотического воспитания. Это художественная литература обязательного внеклассного чтения. Здесь представлено более тысячи произведений. Также представлен удобный поиск, удобно читать, обогащение иллюстративными и мультимедийными материалами. И также была проведена полная методическая, издательская и юридическая подготовка корпуса текстов. Также хотелось бы немножко подробнее остановиться на том, что представлена в ЭБС Библиошкола порядка ста тематических коллекций по естественным наукам, по истории, литературе, мировой художественной культуре и мировым религиям. Что также можно использовать при проведении уроков различных в образовательном учреждении. Какие же инновационные сервисы представлены в ЭБС Библиошкола? Библиошкола позволяет иметь в школе богатую литературную и книжную коллекцию. Также предоставляет доступ к ресурсу не только в помещении школы, но и удаленный доступ из дома круглосуточно с нашего сайта в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Также ЭБС Библиошкола позволяет нам и вам отслеживать активность чтения учеников и осуществлять доступ с мобильных устройств. На данном слайде показано, как выглядит мобильная версия сайта. То есть работать с нашим ресурсом можно с любого стационарного компьютера, ноутбука, планшета, мобильного устройства, любого мобильного устройства. Кроме того, для школ мы предлагаем подключить также бесплатный тестовый доступ либо подключиться по подписке к обучающему арт-порталу «Мировая художественная культура». Здесь у нас представлено более 70 тысяч произведений искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусства, различных стилей, эпох, стран, жанров, музеев и художников. Подключение к электронной библиотечной системе «Библиошкола» возможно по подписке. Подписаться вы можете либо как физическое лицо. Физические лица получают доступ к КБС «Библиошколе» через наш интернет-магазин и оформить можно подписку на полгода или на год. Либо, если вы хотите подписаться как юридическое лицо, то есть заключить договор на подписку КБС «Библиошкола» именно как школа, как образовательное учреждение с доступом для всех ваших пользователей, администрации, библиотеки, учителей, учеников, родителей, законных представителей учащихся, то вы заключаете договор и оформляете подписку как юридическое лицо на 12 месяцев. В основном это возможно, но по индивидуальным пожеланиям у нас есть подписчики, которые заключают договор, допустим, и сразу на 2 года, то есть на 24 месяца. Также, возможно, подписка на 3 года, на 36 месяцев сразу. То есть здесь все зависит от ваших пожеланий, варианты есть возможные. Что хотелось бы, на чем сакцентировать внимание. Подписка КБС «Библиошкола» – это не просто выгодно, это очень выгодно. Всем известно, что экземпляр печатной книги в основном стоит от 200 до 800 рублей. А доступ для всех пользователей школы, учеников, педагогов, библиотекарей, администрации школы и родителей почти к 15 тысячам изданиям школьной литературы для одной школы составляет в год 30 тысяч рублей. То есть здесь экономия очевидна. Также, возможно, централизованная подписка для целых регионов, для области, допустим, или для города. То есть когда централизованно заключается договор и подключаются от 40 школ и более данного региона, то здесь предоставляются уже для каждой школы специальные ценовые условия. Для того, чтобы опробировать ресурс, посмотреть, как в деле там все работает, что туда входит, вы можете подключить для начала бесплатный тестовый доступ, обратившись либо по телефонам, указанным на этом слайде, либо написав на мою электронную почту, которая указана тоже на данном слайде. В заявке необходимо указать название вашего образовательного учреждения, контакты сотрудника, который будет заниматься тестовым доступом, фамилии, имя, отчество, должность, номер телефона и электронную почту, на которую мы пришлем вам уведомления о подключении бесплатного тестового доступа, все необходимые инструкции по работе с электронной библиотечной системой библиошколы, наши баннеры для размещения, которые вы сможете разместить на вашем сайте со ссылкой и переходом на наш сайт. То есть это очень удобно для информирования ваших пользователей, учеников и учителей, чтобы они знали, что предоставлен доступ вот к такому ресурсу и имели возможность поработать с ним. Бесплатный тестовый доступ предоставляется в основном на один месяц для школы. Если речь идет о централизованном подключении целого региона, то здесь по времени тестовый доступ может быть увеличен уже по индивидуальному согласованию. Если ко мне есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте, я готова на них ответить. Во вкладочке «Вопросы» я вопросов пока не вижу. Продолжение следует... Так, Ася Львовна задает вопрос «Возможно ли скачивать книги?» Здесь возможно цитирование и возможно делать цитаты, закладки и частичное копирование текста, возможно. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, еще появился вопрос, но почему-то он не в папочке «Вопросы» и я его не вижу. Так, нет, это не вопрос. Это в основном пишут, что «Спасибо, все понятно, все очень четко и ясно». Если вопросов на данном этапе ко мне нет, если пока все понятно, четко и ясно, то тогда запишите, пожалуйста, мои контакты, телефон рабочий, телефон мобильный и электронную почту, по которым вы можете обратиться со своими вопросами. Так, появился вопрос во вкладке «Вопросы», вижу. А возможно ли... Так, Наталья Борисовна спрашивает, а возможно ли по запросу добавление необходимой литературы? Наталья Борисовна, спасибо за интересный вопрос. Я думаю, что если вы пришлете список той литературы, которая вам необходима для осуществления учебного процесса в вашем образовательном учреждении, то, естественно, я передам его в отдел наш по работе с правообладателями и нашему руководству, мы его обязательно рассмотрим и ответим вам. То есть здесь уже хотелось бы говорить конкретно, какую именно литературу необходимую вы хотели бы добавить. Вообще, пополнение, обновление ресурса происходит у нас регулярно, ежемесячно добавляются новые издания различных издательств, как я уже сказала, то есть пополняемся мы регулярно. Конечно, будет очень интересно услышать и ваши пожелания, и ваши отзывы. Есть ли еще вопросы ко мне? Попова Галина Геннадьевна задает вопрос. Книга обеспеченности в школьных библиотеках 100%? Галина Геннадьевна, я бы попросила уточнить более развернуто ваш вопрос. Пополняется ЭБС-библиошкола, как я уже сказала, с основными рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации. Здесь мы можем предоставить, опять же, вашему образовательному учреждению бесплатный тестовый доступ, если это так. Итак, каждого обучающего должны обеспечить книгами по всем дисциплинам. У нас представлены, если вы зайдете на наш сайт, получив хотя бы бесплатный тестовый доступ, вы сможете посмотреть, что у нас представлена литература, ранжирована она по классам с 1 по 11 класс и по всем основным школьным предметам. Я уже, так как это просто не первый наш вебинар, я подробно не стала останавливаться на содержании каталога, содержании сайта, но там у нас есть вкладочка с основными школьными предметами, где вы можете либо по поиску искать, либо посмотреть весь этот перечень. Но для этого вам нужно получить логин и пароль, потому что вы на сайт сможете зайти, а сам каталог и сами книги читать без подключения хотя бы тестового доступа вы не сможете. Да, я вижу, что вас интересует 10-11 классы. Да, литература для 10-11 класса также представлена, то есть с 1 по 11 класс по предметам. Пришлите, пожалуйста, на мою электронную почту заявку на тестовый доступ. Я перешлю ее в нашу техподдержку, они подключат вам, тестовый доступ пришлет уведомление о подключении и логин и пароль, под которым вы сможете зайти и как раз таки детально уже и предметно все посмотреть, что вас интересует в течение месяца поработать с нашим ресурсом и оценить его, а нам прислать ваш отзыв о работе и ваше, возможно, пожелание. В заявочке, я напоминаю, должно быть указано название школы, название образовательного учреждения, контакты сотрудника. Это фамилия, имя, отчество, должность, телефон, электронная почта обязательно, потому что на электронную почту наша техподдержка отправляет уведомления, всю необходимую информацию и логин, и пароль для работы. Ждем ваших заявок на электронную почту, либо вы можете позвонить по телефону и задать любые ваши вопросы. Мы вас проконсультируем, поможем, подскажем. Либо я, либо, если это сугубо какие-то технические вопросы, то проконсультирует техподдержка уже более предметно. Есть ли еще какие-то вопросы? Есть ли еще какие-то вопросы? Ну что же, если вопросов больше нет на данном этапе, то я благодарю вас за внимание, коллеги. Также поздравляю всех женщин с наступающим праздником весны. Если так еще появилось, появился, ага, это поздравляют с праздником. Галина Геннадьевна, вас тоже с праздником. Пожалуйста, присылайте ваши заявки на электронную почту, либо, если возникают вопросы, звоните по телефону для подключения бесплатного тестового доступа, либо, если кто уже тестируется или протестировал наш ресурс, может быть, уже появилось желание оформить подписку на ЭБС Библиошкола. Спасибо за внимание. Еще раз всех с наступающим праздником. До новых встреч в эфире. До свидания. Уважаемые коллеги, я со своей стороны благодарю Юлию за сегодняшний вебинар, благодарю вас за участие в этом вебинаре и за вопросы. Еще раз поздравляю всех с наступающим праздником и напоминаю, что сразу после праздников вы можете прийти к нам снова в Директ-Академию и принять участие в наших вебинарах. У нас в марте будет очень напряженный график. Каждый день у нас будут вебинары в марте. Ну, по крайней мере, в ближайшие две недели после праздников все занято абсолютно. Дальше есть еще вакантные места. Вот. Так что и очень интересные спикеры будут. Такие, как руководитель Википедии Стас Козловский, руководитель теплицы социальных технологий Алексей Сидоренко и прочие. Приходите на наши вебинары, будет интересно. Продолжение следует...